Диванные войска Правящая элита дала установку Как можно больше развивать Негатива в сети, грязи И быдло поведения В особенности На тех каналах это происходит Где есть свое личное Мнение Не знаю как у кого, но у нас за хамство Можно сразу попасть в черный список От чего казенным писарям Пришлось прогнуться Теперь чаще Появляются комментарии из раздела Все классно, фильм нравится И далее выворачивают комментарии Какой фильм плохой То есть заставили и хвостиком Перед нами вилять И быть меньше негативными Также заметил частый шаблон О чем бы они ни писали Но всегда умудряются впихнуть слова Ничего удивительного Ничего необычного Зачем эти слова пишутся? А вы заметили какой светлой энергией Ваше тело наполняется Когда вы удивляетесь И впечатлены В этот момент Вы готовы стать Изобретателями И первопроходцами А люди искусства Как понятно Элите и не нужно Ведь тупыми холопами Править проще Оттого и пытаются Сбить наш запал Мол ничего удивительного Расходимся Жевать траву на поляне Как стаду и полагается А между прочим Впечатляющего И удивительного В мире уйма О чем и пойдет Речь в этом фильме Глава первая Диалог с гигантофобами Гигантофобство В нашем хит-параде Занимает особое место Ведь нас окружает Столько свидетельств О том Что в прошлом Гигантов было немало Архитектуры Барельефы Сказы Легенды Былины Религии Гигантские предметы Быта Но официальное Мировоззрение Строится так Что вообще Ничего не принимается Во внимание Придумывается Куча официальных Отговорок Размытых Формулировок А порой И комедийных К примеру Гигантское Оружие Что нам обычно Про них говорят Что это Ружья Для уток И зачем Вспоминать Про армии Великанов К примеру Что такая была У прусского Короля Что истории Не скрывается И не особо Афишируется Ведь эту версию Рассматривать Не так интересно Как версию Ружья Для уток В самом деле Что мы им Кайф Ломаем Своей реальностью Ведь их Смекалка Выглядит Довольно Веселой И интересной Подумаешь Заметно Что приклад На данных Ружьях Небрежно Спилен Зато Как весело Вместе Поорать Приклад Обычного Размера Что будет С плечом Человека С обычным Ростом Если С такого Ружья Выстрелит Так Чтоб На вашу Жизнь Напало Побольше Счастья Зачем Вообще Об этом Думать Гигантские Мечи Коллайдер Коллайдером Вас Стрясани О каких Великанах Речь Просто Мечети Называются Двуручными Но если Присмотреться То многие Экспонаты Даже Для Пяти Рук Великана Длина Крупного На верхней Фотографии Два И семь Метра В Псковском Кремле Меч Давмонта Адати Длина Клинка 220 Сантиметров Китайский Меч Дао Вот еще Один Меч Который Очень Много Спора Вызвал В сети Когда Многие Доказывали Что Ничего Необычного Меч Для Простого Человека Им Легко Махать Но сколько Споры Бо Не велись Владелец Меча Большой Пьер Который Большого Роста Большого Роста Помню Показывал Этот Шлем Мне Тут Таких Интересных Историй Роста 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 а как вам такая корона или такой инструмент это из коллекции кресло за которого велась большая охота и музей неоднократно поджигался ведь наш мир такой свободный и в нем ничего не скрывается что поджогами пришлось перестраховаться как там любят писать о гигантских книгах буквы обычного размера если вы буквы пишите размером с куриное яйцо и больше тогда да действительно буквы для вас обычного размера нам интересно что в них написано а вот элита на данной фотографии интересуется начальной страницей действительно грех то какой читать книжки куда лучше полюбоваться оформлением ходит слух что в некоторых библиотеках гигантских книг полно но не разрешено их брать в руки даже библиотекарем зачем старинных больницах гигантские двери вы понимаете заведующие врачи они очень занятые люди оттого и сделали такие двери чтоб к ним на прием удобно было больных возить с капельницей и это я не преувеличиваю серьезно попадались люди которые так считают куда там предполагать людей с большим ростом гигантские двери на храмах и других зданиях ребята это все для устрашения действительно залетаем мы толпой в город чтоб мародерствовать а тут из этого здания выходит великан и дает нам по всей шее а это ведь очень страшно или как понять это слово для устрашения бойтесь враги у нас есть большие двери сомневаюсь что в прошлом военные боялись больших дверей куда страшнее если вылетит лена которой береза по колено да еще с матом таким что целая область слышит тут как танк в тумане станешь коротким и беззащитным да еще в руках с таким арбалетом один замах и проблема с нападающим агрессором вмиг решена агрессором вмиг решена агрессором фобов слышал возражения по лестницам. На самом деле лестницы переделать не такая уж и большая проблема, как в этом случае. Лестница для больших ног и малых. И даже отсюда видно разницу в обработке поверхности двух разных лесенок. Даже более того, надо меньше лицом торговать и искать до сих пор много сохранилось старинных зданий, где большие лестницы есть. Тамара Савченко говорила, есть такие в Израиле. Там, чтобы подняться, нужно карабкаться по каждой ступеньке коленями. А как вам такая лестница в Альян-Тайтамбоу, город в Перу? А вот еще одни. Только не нужно писать, что это водохранилище Роберт Бурасса. Знаю об этом и так. Да только были споры об этой лестнице и просил людей, которые уверены, что построенном в 1970 году, чтобы они нашли хоть одно свидетельство столь грандиозного строительства. Ответ до сих пор жду. По мере свободного времени и сам пробовал найти, мои попытки оказались неудачными. Может у кого-то есть ссылка подтверждающая? С удовольствием ознакомлюсь. Все же 40 лет назад это не два века. То есть время фотоаппарата и видеокамер. Глава 2. Вторая. Летающие корабли. Всем нам известен термин «воздухоплавание». То есть предки не летали по небу, а именно плавали. Чаще это связывается с широко развитой технологией дирижаблей, которую запретили. Помните, да, крушение дирижабля в Германии, которое нам СМИ отложило в сознании. Удивительно, что сегодня самолеты падают все чаще, но никто нигде не кричит, как опасны самолеты. Но речь сейчас не о дирижаблях, а о воздухоплавании. А были ли другие летательные средства, помимо дирижаблей и схожих с кораблем? На странице Аллы Рубановской нашел такую интересную запись. Допускаете ли вы, что летучие корабли – это не сказка? Тогда вот вам конкретные варианты технических средств, как именно они работали на атмосферном, эфирном электричестве. Маленькая ремарка. Эфир, атмосферное электричество и множество других имен, несомненно, имеет один объект. Мы все спорим за название этого объекта, совершенно упуская из виду, что мы ничего про него не знаем. В большинстве случаев. Продолжаю статью. Энергию на летучих кораблях вырабатывали те же купола, что и на храмах, но они в основном каркасного типа, без внешней оболочки и сделаны в виде маковки. Маковкой ранее назывался купол из двух соединительных пирамидок по форме коробочки цветка мака. Очевидно, что изготовить такой купол намного проще, чем луковичный. Однако, как мы видим на гравюрах, функции генератора эфирной энергии и та, и другая формы купола выполняли исправно. Не знаю как вам, а мне публикация Аллы очень понравилась. У Аллы вообще очень много интересных заметок. Если у кого-то есть материал, дополняющий данную тему, присылайте, с удовольствием ознакомимся. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Глава 4. Швейцарская машина Тестатика Один из подписчиков подбросил эту бомбовую статью, которая очень дополняет предыдущую главу об электрическом беспроводном вентиляторе. Статья классная, даже добавить нечего. Поехали. В связи с почти полным отсутствием информации на данную тему, мы позволили себе провести компиляцию находящихся в нашем распоряжении материалов, собранных из русскоязычного и англоязычного контента интернета. В качестве небольшого вступления хочется вкратце сообщить собственное мнение о самой машине и некоторые мысли, возникшие в процессе поисков информации. В Швейцарии, в христианской общине-кооперативе под названием Меттерните, без понятия как правильно его произносить, созданном в середине прошлого столетия, был изобретен генератор энергии, не потребляющий внешних источников, но поставляющий электричество в течение более 30 лет в количестве, перекрывающим потребности всей общины, включая и производительные мастерские, которые находятся там же. Попав в поле нашего зрения, тема горячо заинтересовала нас и начались долгие кропотливые поиски. Проблема усугублялась тем, что информации на русском языке было крайне мало, а англоязычные сайты, на которых можно было что-либо узнать об этом с завидным постоянством, исчезали весьма быстро. В том, что сама машина существует, как физическое тело в реальном исполнении, сомнений не возникло. Как не возникло сомнений и в том, что для проверки существования и работы самой машины на место ее нахождения выезжали многие весьма известные специалисты, включая и Стефана Маринова, известного своими поисками нетрадиционных источников энергии и занимавшегося весьма серьезной, пост в академическом институте. У нас есть отчеты 12 ученых, в разное время приезжавших в общину для обследования и проверки работоспособности тестатики. Мы не считаем необходимым приводить эти отчеты здесь, поскольку все они сводятся к тому, что машина работает, но мы не понимаем, каким образом. Проблема усугубляется тем, что участники этого кооператива категорически против распространения этого изобретения в силу религиозных убеждений. Впрочем, убеждения могут быть здесь и не… Однако, не претендуя на истину в последней инстанции, мы сочли необходимым выложить для общего обозрения то, что нам удалось выяснить по данной теме. В духовной общине… Матернита… Матернита… Не знаю, как она произносится… Линден в Швейцарии с 1980-х годов работают устройства, генерирующей 220 вольт для бытовых нужд поселка. Суммарная мощность систем составляет более 750 кВт. Изобретатель назвал свое устройство «Swiss ML Converter» «Тестодистатика» и заявил, что он получил описание конструкции и принципы работы во время медитации. Что ж, дорогие друзья, это так и работает. С технической точки зрения, устройство представляет собой модернизированный электрофорный генератор «Вимшурста», диски которого способны вращаться постоянно за счет сил электростатического взаимодействия. В конструкцию также входят постоянные магниты. Машина с диаметром дисков 20 см производит около 200 Вт мощности. Большая машина имеет диски диаметром 2 метра и производит около 30 кВт. Детали описания конструкции могут быть получены от Тед Барт, Хильтенштрассе 5А 8912, Обфельден Швицерланд или от Швейцарской ассоциации свободной энергии. Развивается и продается группой исследователей Меттернита ЦХ 3517 Линден Швицерланд. В основе лежит электростатический генератор «Вимшурста», который использует стальные или алюминиевые сегменты. Отмечено, что при использовании постоянных подковообразных магнитов в современной версии конвертера ЭДС значительно увеличивается. Специальный диодный модуль и лейденские банки обеспечивают регулировку частоты за счет резонанса, поскольку они соединены с катушками подковообразных магнитов. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В заключении хотелось бы сообщить некоторые общие соображения о представленном генераторе. Община использует этот генератор, судя по высказываниям, на их сайте с 80-х годов. Учитывая абсолютную заинтересованность самой широкой общественности в дармовой энергии, представляется совершенно невероятным, что за 25 лет эксплуатации подобного генератора информация о нем до сих пор находится под неким занавесом. Закономерен вопрос – а почему? Отчего до сегодняшнего дня этот генератор не стоит в каждом доме и каждом цеху? Кто перекрывает поток информации о подобном изобретении и каким образом это осуществляется? Мы надеемся, что в форуме с помощью конструктивных высказываний участников появится возможность не только обсудить конструкцию тест-статики, но и реально построить рабочую модель, используя взаимообразную помощь, вытекающую из принципов самого форума. Ссылку на полную статью ищите внизу статьи. Субтитры создавал DimaTorzok Глава пятая. Паровой телевизор на голографической проекции. В личку прислал Максим Паев со словами «Что это?» «Возможно ли статью по данным фото?» «Конечно, можно. Только я не знаю, что это, и в интернете информации ноль на этот счет. Могу сказать только то, что и вы, то есть то, что вижу. И даже более того, уверен, что у вас описать эти механизмы, изображенные на фотографиях, получится намного лучше, чем мне. Лично мне видится голографическая проекция от паровых двигателей. Другое дело, настоящие ли это фотоснимки, или художество фотографа. Пока что кроме этих фотоснимков, ничего лично я не видел. Но дыма без огня не бывает. Мы уже рассматривали много вещей, свидетельствующих, что по историческим меркам еще не так давно развитие было на голову выше по всем показателям. А значит и подобные механизмы могут оказаться не фантастикой. Кстати, Эдварда Бейтмана, автора этих фотоснимков, так и назвали фантастом. Но то такое. Жюля Верна тоже историки-современники фантастом называли. А как оказалось, подводные лодки были не то, что в его время, но и раньше. И кто рылся по подводным лодкам средневековья, тот уже даже дошел до подводных лодок Саши Македонского. В таком случае выходит, что вовсе он не фантаст, а всего лишь описывал прошлое. Да это в корне все меняет, дорогие друзья. Также фантастами считались художники, так называемые руинисты. А как на деле вышло? Мы уже и видео публиковали Первой мировой войны, где здания, рассчитанные на людей очень большого роста, стоят именно в таких руинах. Оттого, собственно, с удовольствием эти фотографии и публикую. Так как в любом случае эта версия имеет право быть. И не удивлюсь, если в будущем и описание подобное всплывет и схемы, и даже документальное видео. Субтитры сделал DimaTorzok Глава 6. Небоскребы были всегда. Эту публикацию мне прислал Дева. Со словами, говорите, раньше не было небоскребов, а модели остались. Мы уже рассматривали старинные видео до революционного периода, то есть времена империализма и царей, что в Америке города из небоскребов уже стояли, причем многие из них уже тогда были в грунте. Да еще более того, прошлые небоскребы технологичнее современных. О небоскребах Руси мы еще поговорим, а вот вам и стелы Аксума. Официально описывает их так. Аксум – город на севере Эфиопии. И если вы скажете мне, что на самом деле этот город называется Аксум, то я скажу, а с чего вы вообще это взяли? Только потому, что галочка ударения стоит над второй буквой А в Википедии? Извольте. Итак, Аксум – город на севере Эфиопии, носящий имя Аксумского царства, морской и торговой державы, которая доминировала в этом регионе примерно с 400-го года до н.э. до 10-го века н.э. Средневековые источники иногда ссылались на это царство как на Эфиопию. Главными Аксумскими памятниками являются стеллы, цели изготовления которых остаются загадкой по сей день. Конечно, для истории загадка – наше прошлое и сама история. Историю других планет куда проще описывать и говорить, как устроен космос, нежели знать от и до, что было и как в прошлом. Историков то, что они вообще ничего не знают об истории, ни капли не смущает. Общее количество стелл в Аксуме и его ближайших окрестностях, согласно некоторым источникам, составляет более 170 штук. Из всей массы местных, плохо обработанных относительно небольшого размера камней, выделяется лишь пара-тройка массивных монолитов. Наиболее впечатляющие стеллы находятся в самом городе. Хотя и тут подавляющее большинство составляют почти необработанные монолиты, порой весьма скромных размеров. Но есть и весьма внушительные экземпляры. Также впечатляет, конечно, разбитая стела, вес которой оценивается в 500 тонн. Постамент этой стеллы куда-то бесследно исчез. Ее длина в целом виде составляла 33,5 метра, но самая знаменитая стелла – это сохранившийся до наших дней 24-метровый обелиск весом в 180 тонн. В 1937 году после захвата Эфиопии фашистской Италии Аксумский 24-метровый обелиск был разрезан на три части итальянскими солдатами и вывезен в Рим. Вопреки рекомендации ООН 1947 года Италия воспротивилась возвращению обелиска, что вызвало длительный дипломатический спор. Эфиопия считает обелиск национальным достоянием. В апреле 2005 Италия вернула обелиск в Аксум и оплатила расходы по перевозке в размере 4 миллионов долларов. ЮНЕСКО взялось за повторную установку стеллы. В июне 2008 нижняя часть обелиска была установлена, а в июле закончили монтаж всех трех фрагментов стеллы. Обелиск установлен на холме, который был превращен древними строителями в трехъярусную платформу, сложенную из массивных плит. Для установки стеллы даже по частям потребовалось привлечение самого мощного современного строительного оборудования. Обелиски созданы из цельных глыб голубоватого базальта, одной из самых твердых горных пород. Причем такой базальт в Аксум надо было доставить специально, так как ближайшие выходы этой породы находятся в нескольких километрах от города. Официально стеллы датируются первыми веками нашей эры. Однако в самом Аксуме существует предание, по которому их возводили великие циклопы, которые умели плавить камень. Они разливали его в длинные деревянные формы, а когда камень остывал, его обтесывали, полировали, а затем уже превращали в гигантские стеллы. Самой главной загадкой остается прежде всего то, зачем и каким образом перемещался подобный громадный вес. Археологи назвали эту конструкцию святилищем. Но кому и зачем понадобилось святилище с монолитной крышей размером около 100 квадратных метров и весом порядка 300 тонн? Откуда и как доставлялся этот монолит? С существующими знаниями в обществе невозможно ответить на этот вопрос и на многие другие. Однако если мы знаем, что ничему настоящему система нас обучить не может. Поэтому единственный, единственный шанс это начать изучать окружающий мир самим. И вот тогда я вам гарантирую, дорогие друзья, как только вы начнете поначалу будет трудно, поначалу будет непонятно, неправдоподобно. Вы не будете в это верить, но если вы не остановитесь и не зациклитесь, вы выйдете на такую информацию, которая совершенно свободна, совершенно спокойна вам будет объяснять подобные вещи. У вас не будет вопросов, у вас не будет хватаний за голову, как такое может быть и так далее. У вас будет совершенно четкое видение того, что было, того, что есть и, следовательно, того, что может быть, если ничего не изменять. С вами был голос Паши Лобанова и слова от пули снегопада. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова